Доброе утро, ребята! Всем привет! Я сейчас иду заниматься. У меня сегодня тренировка, так что я сейчас буду выставлять компьютер, что я занимаюсь онлайн с тренером. Сегодня пасмурно, был дождь, мы проснулись, а на улице все мокренько, но парит. У нас тут еще наверху прохладно, а внизу, ближе к морю, там прям духота, парилка. Ладно, буду включать компьютер и заниматься. Смотрите, как раскрылись лилии. Я их поставила сюда вот такими вот закрытыми, и вот одна раскрылась, вторая, прям, и вот она, я думаю, на днях, и третья откроется. Такая вот красота, и розочки стоят, стоят так хорошо. Вот это, конечно, уже все, можно убрать, а эти еще стоят. Красиво. Всем привет, ребят. Я вышел достаточно раздетый. Мы в майке в шортах, а на улице у нас похолодало. Пишет сейчас 13 градусов, что достаточно свежо. По ощущениям, наверное, не 13, чуть больше, но все равно воздух свежий. Сейчас пойду у перееда. Оденусь немножко потеплее. В общем, вчера папа сделал одну классную штуку. Он залил ногу для зонта. И это как бы такой сырой вариант. То есть я его еще немножко доделаю. В общем, я вам покажу, что как это в итоге получится. Вот есть вариант было купить готовую ногу. Вот, но то, что мы хотим сделать по итогу, она получится намного лучше, чем если бы это была готовая нога. Весит вот эта конструкция 300 килограмм. То есть теперь можно не бояться о том, что ветром оно ее как-то завалит. И классно получится. Я думаю, будет прям вообще супер. Потому что там как бы продается такие, такая огромная пятка из четырех блоков, которые вставляются и держат зонтик. Вот, но оно не мобильное. Короче, неудобное. И вот этот вариант намного круче. То, что нам вместе пришло в голову. Вот, что там доделали. Ну, короче, будет реально очень круто. Еще вчера папа, пока мы ездили в Валенсию, помимо того, что сделал вот это, съездил, купил и привез камень для того, чтобы закладывать вот эту стенку. Он все еще все это сюда поднял. Представляете, все сам. Также он привез черепицу. Вот. На эту крышу. Представляете. Да. Родители у нас, кстати, просто потрясающие. Мы пока ездили, он все это сделал. Вот, в общем, мы рады. Счастливы и довольны, что родители нам так помогают. Ну, супер. Тут у меня просто нет слов. Я вывел провода под освещение. Вот здесь у нас будет. Это мы с папой сделали. Вот эту часть. Вот здесь у нас тоже выведены два провода. И также вот мне нужно вот эту сейчас часть переделать. У нас здесь будет такая батарея из двойного выключателя, двойного выключателя и розетки. И внизу еще будет еще одна розетка. Тут все будет штукатуриться, убираться. Ну, в общем, и вот этот выключатель я перенесу вместе с этим. Ну, в общем, это надо сделать нормально, потому что, ну, вот это какой-то ужас. Кто так сделал, я не знаю. Скорее всего, предыдущие хозяева. И, ну, это ужасно. Вот это надо мне сделать сейчас. Переделать, подготовить, чтобы это все было уже с электричества. Здесь все провода выведены, чтобы ничего не мешало. Все было сделано как положено. Я еду сейчас за детьми. Весь день прошел. Я разбиралась с одной программой для того, чтобы сделать планировку нашего второго этажа, нашей спальни. Пока разберусь. Короче, весь день на это убила. Потом сидела, также планировала нашу гардеробную. Ой, тоже намучилась, потому что система не так круто работает, как хотелось бы онлайн. Вот. Я все думала, крутила, вертела эти шкафы, как их можно поставить, чтобы у нас все поместилось. Здесь идет, господи, ремонт. И здесь светофоры стоят. Все такое. Пропускают, не пропускают, непонятно. Вот. Я уже выехала, блин, Ванюша уже все, уже двери в школу открылись. Ладно. Сейчас тут такой будет не очень. А, все нормально. Главное, что было сейчас, где поставить машину. Короче, я весь день убила. Ну, как бы весь день, да. У меня там то тренировка, то мы покушали, там я привела себя в порядок. Ну, в общем-то, много времени заняло. Я как села за компьютер, не вставая из-за стола, вот это вот все делала. Пыталась, искала мебель, нашла офигенную мебель, которая мне безумно понравилась. Я бы хотела ее для... Я же, Ванюша, тут встану. Мюшеньку быстро заберу и поеду. Благо, в машине есть камера, и можно так, нормально. Я по камере очень хорошо паркуюсь. Без камеры, ну, у меня мало практики без камеры практиковаться. Так, все. Я побежала за малым. Ой, я уже приехала с детьми домой. Аккуратненько. Мы сейчас разделяемся. Ванюша хочет про динозавров посмотреть мультик. Я сделала себе кофе, хочу кофе попить. А Нюта хочет посмотреть мультик другой. И Ваня нам подключил телевизор в гостевой спальне. Поэтому у нас теперь два телека, вот этот маленький. И дети, когда делятся, кто какой мультик хочет смотреть. Потому что чаще всего они смотрят одно и то же вместе. Но вот Анюте динозавров не нравится. Аккуратненько. Да, сейчас включаю. Да, включаю. Хорошо. Сейчас будем искать тебе мультик. Вот, вот это? Да. Супер. Да, 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 включаю, включаю. А я покажу вам сейчас, что именно. Я чем не занималась планировкой, в общем-то, вот этого всего нашего помещения. Не, боже мой. Господи, чуть не упал. Чемодан тут свой сама же оставила. Я уже собрала вещи. Пусяши здесь. Вот. И у нас получается, смотрите, гардеробная. Ну, а-ля гардеробная, да, у нас тут с Ваней шкаф. Вот тут вот наши вещи. А вон там все для дома, для камеры и так далее. Вот. И это, скорее всего, возможно, еще не знаю, останется здесь. Но также еще продублируется. И мы хотим с Ваней гардеробную сделать в вот этом пространстве. Здесь сделать такой небольшой кабинет. Да, вот так вот, чтобы тут был стол. Потому что здесь неудобно. Знаете, вот сколько лета здесь третий год живем. Здесь неудобно иметь стол. Очень сильно солнце светит. И неудобно работать из-за того, что вот слишком ярко. То есть нужно постоянно что-то закрывать. Поэтому мы сделаем более компактный рабочий стол. Этого компьютера, кстати, у нас не будет. Потому что мы им практически не пользуемся. Мы его будем продавать. У нас только наши ноутбуки останутся. Вот. Мы сделаем такое место, чтобы было место для принтера, там канцелярия, да, там какие-то документы. Вот все вот эти вот наши жесткие диски и так далее. В общем, это будет все вот здесь. Мы будем переносить кондиционер. Так как здесь будет гардеробная. И как бы, в общем-то, его нужно будет перенести. Скорее всего, мы его оттуда перенесем вот сюда. Ну, это так, теоретически. Вот. И здесь спальня останется. Только кровать будет, скорее всего, другая. Вот здесь вот появится такая очень классная, невесомая зеркальная перегородочка. Чтобы можно было либо закрыть, либо как бы открыть. Ну, такое оно будет также декоративную функцию играть. А здесь, вот здесь вот под окнами будет очень красивая мебель с подсветкой. Где можно будет хранить все наше необъятное барахло. Вот. А здесь будет просто такое вот место. Будет огромный большой ковер. И для того, чтобы здесь спортом заниматься, видео снимать. Ну, в принципе, там дети бегают. Мы используем все это пространство. А вот здесь будет классная большая гардеробная с рабочей зоной. И я вот высчитывала, сколько нашла планы. Не планы, а план нашего дома. Смотрю, как по чертежам здесь. Что да как. Сюда-сюда кручу-верчу. Вот. Мы гардеробную хотим в Икее сделать. Потому что, ну, мы очень довольны Икее. И качеством. И то, что ты как конструктор все складываешь. Ну, как бы под себя делаешь. Еще есть также модульный вариант у Лерой Мерлин. Но я не знаю насчет качества в Лерой. Но там совершенно другие размеры. Вот мне в Лерой нравятся двери. Такого из черного стекла. Прям очень красиво. Ну, прям до безумия красиво. Но у них размеры другие. Вот, например. Сейчас вам покажу. В Лерой получается, смотрите, 40, 60 и 80. А в Икее метр 75, 50. То есть, двери, которые сюда подходят, абсолютно не подходят под этот. И в идеале было бы классно. Я бы как бы хотела. Вы сами модули из Икея. А двери в этом, в Лерой. Но поэтому невозможно. Это по размерам. Поэтому нужно будет определяться. Как будет, скорее всего, Икея. И она у нас будет П-образная, гардеробная. Тоже покажу. Но мы думаем. Это, опять же таки, это план. Вот вид сверху. Вот так вот будет. Я сейчас хочу понять, где будут мои отделения, где диване. Чтобы понимать, где, куда, какие вещи складывать. И плюс вот здесь он как бы мёртвый. Такой угол на самом деле нет. Сюда нужен 50 сантиметров. Мы его развернём. И получается... Пуся, ну ты прикалываешься. Я тут пытаюсь рассказать. В общем, потому что вот здесь вот будет рабочее место. Вот так вот. И здесь будет вот так вот стол. И стул. И хранение. Вот. И тут будет так классная, классная раздвижная дверь. Пуся! Ох! Короче, вот. Как я тут не крутила, не вертела. Ну, вроде что-то. Что-то получается. Так, ребят. Ваня вчера заказал. И уже сегодня привезли. Термос. Который разогревает. Вот как красивенький. Ага. Который разогревает воду через штопки. А, кстати, а где? Может внутри? Да. Не через USB. А. Через прикуриватель. Прикуриватель. Да. И здесь получается набираете водичку. Заряжаете. Включаете. Вода закипает, нагревается. Вы можете заварить себе вкусный чай. Потому что мы столкнулись с такой с вами проблемой, что хочется чай, когда мы ездим далеко. И там, где мы останавливаемся, практически везде отвратительный. Ужасный. Очень много в дороге проводим времени. Поэтому я решил, что нам такая штучка пригодится. Ты выбрал прям такой симпатичный. Самый красивый, который был. Я знал, что ты оценишь. Красиво. Так что сегодня будем ехать. Попробуем заварить чай. Вроде по отзывам минут 25 греет воду. Теперь могу тылку положить макароны с шоколадом. Макароны с шоколадом? Да. Да. Ах, ты ж фантазер какой. Ну, нет. Постры больше не обидели. Мариные латки с шоколадкой. Ой. Сейчас садимся кушать. Сейчас я одну секундочку и прийду. Надо, кстати, термосок водит нам ополоснуть, чтобы его можно было использовать. Я сейчас хочу. А я, ребят, сегодня весь день с утра как детей отвез до вечера, то есть часов до пяти занимался электричеством. Так вот у меня получилось. Я уже ее установил, заделал, с задней крышки выдолбил, потому что там сзади еще есть провода, ну и удобнее, когда больше пространства. Это пока все временнко висит, не буду сюда пока устанавливать новые. Вот провода подвел. Заняло у меня это очень много времени, потому что здесь то, что было сделано, это был просто какой-то ужас. Провода тонюсенькие, я все это дело менял. То есть я отсюда провода все менял туда, в ту комнату, которая у нас там. И это заняло столько времени, я не думал, что это столько займет. Я думал часа два-три, а в итоге я провозился весь день. В общем, ребята, мы прямо перед тем, как выходить, уже все были готовы. Аня разливает молоко на диван, на вот эту часть, которая замшевая. И, соответственно, это все впитывается. И это так оставлять нельзя, поэтому, слава богу, у нас есть моющий пылесос для мебели, для ковров. Мы достали его, принесли. И Ваня все почистил. Так что, когда мы вернемся, вонять ничего не будет, молоко нигде не прокиснет. Ну и будет чистый диван. Вообще, в принципе, нам нужно его полностью помыть. Мы уже, когда вернемся, хорошенечко его помоем. Вот эта вот, которая игра, он затеялся, вот эта штука вообще нехорошая. Ну, вообще у детей часто на улице не очень хорошие игры. Ладно, все. Мы собраны, выходим. Пока-пока.